Привет, друзья! Рада приветствовать вас! С наступающим вас Новым Годом! Сегодня у нас будет эфир, немножко необычный, сегодня не про сушилку. Я, конечно, очень люблю что-то готовить на изидушке, но сегодня нашей героиней будет овощерезка Борнер. Ой, что-то она у меня голенькая сегодня, давайте-ка покажу ее вот так. Овощерезка Борнер, которую мы с вами пользуемся на производстве, для производства фруктовых чипсов. И я сама использую дома, и многие мои родственники уже используют. Сегодня я решила показать вам, как с помощью овощерезки можно очень быстро приготовить разные виды салатов. Она отлично справится и с приготовлением различных видов салатов, и с украшением блюд очень хорошо справляется, что вот на новогодний или праздничный стол очень актуально. Ну и, собственно, я сегодня буду вам показывать, для каких салатов обычную овощерезку использую я сама. Примерное время, которое она экономит на приготовлении салата, я вам скажу, это, наверное, раза в 3-5, в зависимости от того, что именно вы готовите. Например, когда я на ней нарезаю лук, это вообще суперскорость, конечно. Ага, лук я сейчас не подготовила. Ну ничего, у нас еще 3 салата впереди. Мы приготовим салат колл-слоу, мы приготовим салат капустно-морковный, мой самый любимый. И мы приготовим свекольный салат с черносливом. Правда, у нас будет не совсем с черносливом, кое-каким одним секретным ингредиентом. Вот, а начнем мы, наверное, с... Давайте с более сложного, да, начнем с колл-слоу салата. Я не знаю, может быть, слышали вы когда-нибудь про такой салат? Напишите, готовил ли кто-нибудь себе такой. Он несложный. Для его приготовления нам понадобится 2 вида капусты, белокочанная и краснокочанная. Если нет краснокочанной, ничего страшного. Колл-слоу прекрасно получается и просто с белокочанной капустой тоже. Но если есть возможность, то с краснокочанной он смотрится интереснее. К тому же в краснокочанной капусте еще больше витаминов, чем в белокочанной. Не знаю, слышали ли вы о том, какие вообще в принципе содержатся витамины в капусте. Вот я сейчас расскажу, потому что я сама капусту очень люблю, и ребенок у меня любит. Так какие же витамины в ней содержатся? Во-первых, белокочанная капуста очень богата витамином С. Про витамин С сейчас, наверное, многие слышали, потому что про вся эта катавасия с коронавирусом и постоянно ходят одни и те же сообщения о том, что при коронавирусе нужно принимать витамин С. Зачем же принимать искусственный, если есть прекрасный в натуральном виде, в большом количестве в капусте? И мы сейчас, собственно, будем с вами витаминизироваться. Кроме этого, капуста богата и огромным количеством других витаминов. Многие, наверное, слышали про ее свойства, что она очень классно очищает желудочно-кишечный тракт. Содержащиеся в ней витамины группы В и ПП-витамины, они, кроме того, очень хорошо влияют на обмен веществ, восстанавливают обмен веществ и способствуют сжиганию жиров, девочки. То есть после Нового года белокочанная капуста наш главный друг, потому что она поможет поглотить, нейтрализовать последствия обжорства на новогодних праздниках. Вот, ну, собственно, чего долго говорить, давайте начнем готовить. Итак, салат Коуслоу. Этот салат очень популярен в Европе и в Америке, его там очень любят. Его состав несложный, готовить его быстро, особенно если есть еще овощерезка к тому же. И он получается супер-супер полезный просто. Считайте, что великолепное очищение организма плюс витаминизация в большом количестве сразу. Так, я его еще ни разу не готовила. Я сама люблю просто капустно-морковный. Коуслоу я не готовила, но просто у нас девочка-оператор, которая для нас всякие прикольные видеоролики снимает, она как раз недавно мне рассказала, что она у нас купила уже 4 овощерезки. Она просто дарит их друзьям, дарит их маме, подарила и бабушке. И вот она сказала, что она очень любит с овощерезкой готовить колу-слоу, типа просто в секунды теперь уходит у нее, хотя раньше уходило больше времени. И вот я решила попробовать. Что это за салат такой, который она так нахваливала? Для начала мы сейчас приготовим соус. Вот я открываю рецепт. Значит, что нам понадобится? Помимо двух видов капусты, морковь, консервированная кукуруза, зелень. Так, зелень я, правда, в холодильнике оставила, потом возьмем. Сахар, соль, горчица дижонская, перец душистый молотый, лимонный сок и натуральный йогурт. У меня натурального йогурта дома нет, но у меня есть ряженка, которую я сама готовлю. Я люблю готовить собственные йогурты, ряженки и так далее. Вот я сама растопила молочко и сделала ряженку. Выглядит она, может, не очень аппетитно, но очень вкусная. Так, вот мы попробуем использовать ряженку для соуса. Теперь, так, горчицу и соль. Соль я забыла подготовить. Секунду. Перец сухой, соль. Так, и сахар. Секунду. Так что, кто-то у нас готовил такой салат? Расскажите, интересно, готовил ли кто-то салат конслов. А тот, кто матерится, сейчас у нас будет отправлен в бан. Так, сейчас мы его пожалуемся и заблокируем. Вот так. Так, и так, соль есть, сахар есть. Возьму ложечку. Так, и приступаем. Значит, что сначала? Значит, берем йогурт. Ну, у нас, у меня ряженка самодельная. Может, конечно, я этим что-то испорчу. 200 грамм нам нужно, потому что целый качан нам понадобится. Так, на всякий случай, давайте сделаем чуть поменьше. Вдруг не понравится мне с ряженкой. Я сейчас вместо 200 грамм, пусть у меня будет где-то грамм 250. Даже вот 100 пока возьмем. Если что, чем-то разбавим. Так, дижонскую горчицу, лимонный сок и перец. Дижонская горчица, 2 столовые ложки. Так. Как раз очень повезло, что она у меня дома есть. Пусть будет побольше. Я люблю дижонскую горчицу. Любите ли вы ее, вы их, не знаю. Но вот мне она очень нравится иногда. Просто даже на хлеб с маслом намазать. Так, и перец душистый молотый. Одна щепотка. Добавим. Так, и, по-моему, соль и сахар нам сразу понадобится. Лимонный сок, 3 столовые ложки. Лимонный сок берем. Так. Ну, сейчас мы его мигом. Раз, два, три. Так. И понемногу добавляем сахар. Сахар у нас... Так, соль здесь нам в рецепте не нужна, она в конце нам понадобится. Сахар, две чайные ложки. Ну, мы, значит, одну столовую примерно возьмем. Нам хватит. Так. Все, сахар положили. Сахар будем добавлять в сторонку. Вот у нас такая получилась заправка. Она пока у нас будет, как здесь написано, должна настаиваться. Если хотите более пряный вкус, пишут, добавьте корчицу или лимонный сок. Если более сливочный, то йогурт. И даем заправке, пока она вставилась. Такая заправочка у нас. Теперь мы берем краснокочанную капусту. И овощерезка Борднер сейчас будет показывать себя в деле. Единственное, эту овощерезку я брала с цеха. Она там сначала в цеху поработала. Поэтому, а в цеху, в овощерезке, которая работает, они, конечно, там от такого большого количества овощей в какой-то момент затупляются. Поэтому она, та овощерезка, которая у меня дома, она не такая, конечно, острая, как вот если вы купите. То есть вначале, когда ты ее покупаешь, она вообще просто настолько острая. Это немецкие ножи микросирейтеры, прям в Германии производятся. Но, в принципе, даже спустя год она вполне нормально у меня работает. Хорошо. Вот так. Краснокочанную капусту нам нужно сейчас тонко нашинковать. Как удобнее всего это сделать? В принципе, я думаю, что пока без держателя мы начнем, а потом держатель будем использовать. А, насадка. Какая нам понадобится насадка? Смотрите. Насадку я возьму вот такую. Я думаю, что мне удобнее будет с такой насадкой. Здесь три вида насадки идет в комплекте. Вот эту насадку я, кстати, очень люблю использовать на картошку фри, которую я стараюсь есть не часто, но иногда хочется. Она просто идеально делает. Просто одинаковые брусочки на супер большой скорости. Очень рекомендую. Так. Ну что, поехали. Нам нужно весь этот специальный фрез. Вот, смотрите. Я не знаю, как это видно. Да, вроде все хорошо видно, с какой скоростью там все это делается. Очень люблю на такой же скорости делать лук. Это сейчас я еще осторожничаю. На такой же скорости делать лук. Точнее, даже лук получается быстрее. Тут я сейчас осторожничаю, чтобы не додеть луку. Так. Сейчас мы ее сливаем. Волшку. Единственное, тут, конечно, лучше взять не такую доску, да, а может быть, сразу судок можно делать. Вот. Это я не подумала. Ну, немножко накрошим тут. Вот, смотрите. Целый качан капусты. Очень-очень быстро. Согласитесь, да? Просто в секунды. Поэтому, когда вам нужно сделать, как это, всякие, солененькую капусточку. А солененькая капусточка – это супер кладезь витамина С. Вообще прекрасно. Еще в чем огромный плюс Борнера, использование овощерезки при приготовлении салатов, то, что сохраняется больше витаминов, получается, в овощах. Я даже вот, сейчас я вам даже зачитаю, как это значится, про то, что… Нет, не зачитаю. Вот я просто сегодня смотрела. Важное правило при приготовлении витаминов в салатов – это готовить их лучше всего перед употреблением, чтобы сохранить витамины. Так как витамин С быстро разрушается при соприкосновении с воздухом. Вот. Поэтому здесь, как бы, конечно, получается большой такой плюс. Когда вы пользуетесь овощерезкой, овощи сохраняют больше виталиев. И стоит такая овощерезка, кстати, она стоит недорого, я считаю, за ее качество и за то, что она людям служит по много-много лет. Главное – не покупать какую-нибудь ашановскую подделку. Или вот можно встретить на рынках. Вроде с виду очень похоже. Такая же оранжевая. Но ножи просто совершенно, совсем другое дело. О, сколько у нас получилось капусты. Я даже белокочаной, наверное, поменьше сейчас сделаю. Вот, смотрите, тут целая плошка капусты. Вот такая наша капусточка. Так, теперь смотрим рецепт дальше. Очень тонко шинкуем, нашинковали. Немного посолим и хорошо разомнем руками. Давайте немножко посолим. Расскажите, кстати, кто какие салаты будет готовить на Новый год. Интересно. Мы, конечно, у нас в семье нет традиции, тоже капустный салат на Новый год мы не готовим. Но потом у меня мама, например, любит приготовить с капустой. И я сама тоже люблю, потому что капуста, она очень хорошо вычищает желудочно-кишечный тракт, при этом насыщает витаминами. То есть это прям такая, это даже называют салат, ну это мы дальше будем готовить, салат метелка, капуста с морковкой. Так, все, посолили. И зелень петрушки дальше можно добавить или сельдерея, но мы сейчас ничего добавлять не будем. Мы сейчас немножко вот так подрем ее, чтобы пока что впитывалось. Так, в общем, напишите, очень интересно, какие салаты вы будете готовить на Новый год. Вот, все, посмотрим, какие салаты самые популярные. У нас обычно на столе стоит, конечно, оливье, конечно, селедка под шубой. А дальше еще обычно салаты приносит семья тете, и они приносят какие-нибудь, они уже как раз стараются что-то необычное сделать. Ну, хотя как необычный какой-то мужской каприз, что-то вот такое. Так, поехали дальше. Давайте теперь белую качаную натрем, только не будем ее всю, потому что она нам сейчас еще понадобится. Так, держать не очень удобно, конечно, когда большая. Если у вас большая капучка, в этом случае лучше ее разрезать на половинке, и по половинкам на очень большой скорости можно все это сделать. Еще, как вариант, смотрите, здесь крошкой... А, кстати, если вот вы хотите сделать более мелкую, например, крошку, мы просто ставим вот эту насадочку. Вторую, которая там же идет в комплекте. Я сказала, сколько стоит общерезка? 2,990 сейчас она стоит. Сейчас цены подорожали, к сожалению. А еще скоро я вам хочу показать овощерезку Борнер Профи. Я все ее никак не заберу домой. У Борнера есть второй вариант овощерезки. И смотрите, насколько мелко можно натереть. Чтобы вы там не натирали, вот, сравните, да? Это более крупная. Вот такую еще меленькую можно сделать. Например, если ребенку хотите сделать салат с капустой и морковкой, вот, можно такую очень-очень мелко сделать. Так. Ну, все. Я думаю, нам достаточно будет для салата. Так. Добавим чуть-чуть соли и помнем руками. Я думаю, ничего страшного, что мы это все сразу в огну. Так. И натираем. Сейчас будем натирать морковку. Написано на мелкой терке. Но мы как раз вместо мелкой терки используем просто вот эту насадочку. Сейчас я вам покажу, что получится. Так. Одну морковку берем. И поехали. Обожаю морковку на овощерезке делать. Это просто сказка. Чтобы в конце не порезаться, мы сейчас используем нашу держатель. Вот он. Насаживаем сюда. Хотя, может, я еще рано, конечно. Не очень удобно, когда я издалека придерживаю. Вот так. Сейчас у нас будет мелкая соломка. Которую также удобно, например, на супчик натирать. Вот так в конце уже становится удобно. Держать и придерживаю. Ну и все. Почерыжку я думаю уже. Вот такая. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такая получается у нас соломочка. По-моему, чудо просто. Представляете, сколько ножом это делать. А тут идеальная соломка у вас готова. Точно так же можно сделать покрупнее брусочки. Либо вообще сделать колечками. Колечками тоже морковь просто божественная получается. Очень быстро. Так. Добавили. И сейчас нам нужна консервированная кукуруза. Какие салаты, кстати, пишут люди. Интересно почитать, что вы готовите на Новый год. Еще один сотрудник хочет купить, делать фрипсы. Ну да, фрипсы готовить. Это овощерезка, конечно, самое лучшее, что можно представить. Во-первых, опять-таки, потому что сохраняются витамины. Нам же нужно, особенно если вы когда для себя, для семьи готовите, хочется максимально витамины сохранить. Яблоки руками можно очень долго. Или там бруши. Естественно, натираются витамины. Ой, теряются витамины. А с овощерезкой у вас все очень-очень быстро. Яблоки вообще на супер большой скорости. Все это. Груши. Раз и все. Или апельсины, например, да, когда можно сделать ножом, ровно не нарежьте. Кстати, апельсины я сейчас вам покажу тоже. Потому что на Новый год тоже часто апельсины, например, на стол ставим. Может быть, и вы тоже сейчас покажу, как на ней апельсины. Так, сливаем водичку. Так, сливаем жидкость. И наш салатик. Ой, какой он будет у нас разноцветный, красивый. Смешиваем. Единственное, я не видела, сколько нужно кукурузы. Сейчас посмотрим. Значит, кукурузы, одно банку. Но я целиком банку сейчас не буду добавлять. Сейчас мы добавим частично. И посмотрим. Может быть, что-то еще подоставлю. Потому что я не два кочана капусты делала, как в рецепте. Так, и соль нам в итоге. Одна чайная ложка всего нужна. Я, наверное, еще чуть-чуть лимончика добавлю. Люблю, когда чуть-чуть более кисленько. Так, и нашу заправку, я так понимаю, мы сейчас можем уже... Да, заправляем салат соусом. Так, сейчас я сначала перемешаю без соуса. Покажу вам эту красоту разноцветную. Ой, божечки. Краснокочанная капуста дает очень классный цвет. Мне кажется, такой нарядный салат можно поставить на ПП-стол. Если, например, вы готовите на Новый год, стараетесь делать ваш новогодний стол полезным. Не только красивым, вкусным, но и полезным. То вот этот салат, я думаю, будет просто чудесно смотреться. Он как-то так, прям так и завлекает. Так и хочется его съесть. Вот уже у меня, честно говоря, слюнки текут. Так, и сейчас я вам покажу. А без заправки какой он яркий получается, смотрите. Красота, да? Красота. А, еще зелень. Давайте чуть-чуть все-таки добавим. Сейчас, секундочку. Хочется все-таки, чтобы еще вот это... Я просто смотрю на рецепт, а там так красиво зелень смотрится. Единственное, у меня... Так, у меня здесь... Я не пойму. Кула или петрушка. По-моему, петрушка. Так, вот что нужно. В рецепт нужна петрушка. Просто для того, чтобы еще здесь появился такой еще один цвет, давайте петрушку тоже добавим. Так. Что тут попало? Это, наверное, мало. Сейчас еще чуть-чуть. Я чуть-чуть подрелывала петрушку в холодильнике. И будет вообще красота, потому что на картинке, с зрения, у меня еще один цвет добавляется. Получается вообще такой салат-калейдоскоп. Вид очень красивый. Сейчас покажу вам, как смотрится. Сколько витаминов! Просто красота! Вот, смотрите. Класс, да? По-моему, очень нарядно. Заправляем. Сейчас скажу вам, как это получается на вкус. Сама первый раз готовлю. Йогурт, как вы помните, я побоялась добавлять весь, потому что у меня не йогурт, а ряженка. Сейчас пробуем. Кстати, интересно ли кому-то посмотреть рецепт домашней ряженки. Или кто-то может сам готовить. Я иногда думаю, может быть, надо показать. Не все люди знают, что можно очень легко самим дома готовить. И ряженку, и йогурт. Вообще ничего сложного. Так, сейчас попробуем, что тут на вкус. Коулслоу, напоминаю, называется салат. Смотрели, с какой скоростью справится обещерезка. Очень вкусно. Я только боюсь, что у меня сейчас все брекеты будут в салате. Поэтому я не подумала. Слушайте, классный вкус. Еще мне кажется, что не обязательно даже было добавлять лимон и сок, то, что я сделала, потому что он сейчас уже такой достаточно кисленький. А то, может, я просто плохо перемешала. Нет. Прекрасно. И, кстати, ряженка очень хорошо идет. Для более сливочного вкуса я еще ряженку тоже сюда добавлю. Ну что, вот такой у нас получился салат. Коулслоу. Который очень популярен в Европе и Америке. Вот мы себе так и готовили салат. Теперь вы знаете его рецепт тоже совершенно ничего сложного. Я видела в интернете, что при желании его можно готовить и с майонезом. Просто, естественно, он становится чуть менее полезным. Вот. Дижонскую горчицу тоже, в принципе, если у вас ее нету, ну, можно и не добавлять. То есть не то, чтобы это прям обязательный ингредиент. Все равно салат получается очень яркий. Расскажите про ряженку. Ладно, хорошо. Значит, про ряженку тоже, может быть, прям сейчас расскажу. Теперь мы будем готовить второй салат со свеклой. Только у меня там будет не чернослив, а секретный ингредиент. Сейчас расскажу, какой. Куда бы нам поставить, чтобы мы на него любовали. Давайте вот тут. Стоит здесь один салат у нас. Мы сейчас чуть-чуть приберем. А то я тут недавно проводила эфир и потом ужаснулась, как страшно смотрелась оставшаяся грязь. Прям остынно стало. Нам нужен порядок. Все, вот. Убрали. Чернослив, ой, тьфу. Свеклу я уже отварила. Отварная у меня тут свекла. Ну и давайте пока потихоньку начну вам рассказывать про ряженку. Интересно стало вам. Сейчас расскажу. Сейчас вот это все. Плоснем все. Я готовлю... Я начала готовить йогурты давно, когда купила себе мультиварку. Потому что с мультиваркой очень легко это делается. И я хотела вот что-то такое полезненькое сама готовить. Потому что в магазине покупные йогурты, ну блин. Либо гора сахара там, либо какие-нибудь красители-консерванты, либо там любят какие-то ароматизаторы добавить. То есть ты прям не чувствуешь вкус йогурта самого. Вот. И тогда я начиталась о том, что в магазинных йогуртов там, собственно, особо и био этих... Как их... Бифидобактерии особо не остается. Потому что там консервантов много добавляют для длительного срока хранения, естественно. Поэтому я стала искать вариант, как готовить сама. Оказалось, это вообще несложно. Сейчас, секундочку. Я тут... Уберу, почищу чуть-чуть брекеты. Потому что это такой салат, который очень хорошо застревает. Человеку с брекетами надо быть осторожны. Так, ну что, сейчас буду почистить свеклу и рассказывать. Вам ряженку продолжать. И у меня нужны очистки. Ну ладно, вот такой. И оказалось, что можно там и с мультиваркой, если есть. И без мультиварки тоже, оказывается, не так сложно. Вот, например, как готовить ряженку. Можно купить специальные в интернете есть. Раньше я заказывала специальные такие смеси, как порошочки такие продаются. И они в аптеках многих тоже продаются. Либо и Виталия там они называются. Есть еще какие-то там. Но они мне не всегда по вкусу нравились. Потом я нашла в интернете есть сайт свой йогурт-магазин. Вот у них там всякие есть закваски и для сыра, и для йогурта, и для ряженки. То есть такой как бы порошок, в котором содержатся вот эти бифиды и лактобактерии. Которые очень нужны нашему организму. Наверное, не знаю, слышали вы или нет, что ученые установили, что большая часть нашего иммунитета, она как раз там сосредоточена, в кишечнике. И очень сильно наш иммунитет зависит от нашей микрофлоры. И для нашей микрофлоры очень нужны вот такие вот лактобификдобактериями. Надо его обязательно подкармливать. Потому что они у нас умирают под воздействием сахара, под воздействием каких-то вредных продуктов. Или когда мы там лекарства пьем, да, у нас все это там бросается на амбразуру и умирает. Поэтому, ой, я вдруг вспомнила, что я грецкий орех не подготовила. Ну, блин, опять. Ладно. Будем держать в уме просто, что в этот салат еще нужен грецкий орех. Вот. И на сайте свой йогурт можно заказать, закваски с их помощью готовить. А можно еще самый хитрый способ такой. Вот как я готовила ряженку. Это меня научила подруга такого рецепта, очень простого. Значит, мы покупаем ряженку какую-нибудь магазинную, жирную. Которая чисто просто вот ряженка, какая-нибудь термостатная. Вот. В хорошей степени жирности. И чтобы она была не кислая. Вот. Это если у вас нет возможности купить закваски. И дальше мы берем молоко. И желательно, конечно, какое-нибудь там деревенское, хорошее, там, не ультрапастеризованное. Вот. И это молоко мы кипятим достаточно долго. Надо его превратить в такое очень концентрированное топленое молоко. Как это делается? Вы сначала доводите до кипения молоко, а потом на маленьком огне, у меня вот на этой электрической плите, я на двойке. Где-то часов 8. 8-9 часов. Можно частично на тройке, потом на двойке. В общем, оно у вас так вот мягко-мягко кипятится на самом маленьком огне. И постепенно оно превращается в такой вот, ну, в топленый, знаете, вид молока. Так, сейчас мы пока обущерезку нашу подготовим. Для салата. И нужно еще тарелочку. Ну, давайте сделаем его, может быть, даже не со всей свеклой. Я думаю, вам с одной свеклой уже будет понятно, да, как классно обущерезка справляется. Поэтому возьмем одну миску. Вот. И... Там такая пеночка появляется. И где-то часов через 8 у вас получается такое насыщенное топленое молоко с пенкой. И вот вы берете стерилизованные посудки. Я, например, беру какие? Ну, вот. Где у меня тут? У меня вот такие были из-под купленного йогурта. В горшочке. Либо еще от мультиварки у меня были вот такие для йогурта специально. Вот. Мы их стерилизуем. И туда добавляем по чайной ложке ряженки магазинной какой-нибудь. Или там у бабушки купленной. И туда заливаем вот это молоко доверху. Либо ставим в мультиварку, если она у вас есть на режим йогурт. Либо просто на батарею отправляем, укутав в одеялко. Где-то на ночь. Оставляем это все. И все к утру у вас готова своя собственная ряженка. Очень вкусная. То есть чайная ложка всего на 200 грамм. Так. Эфир, конечно, сохранился, естественно. Ну что, поехали. Давайте я покажу теперь, как у вас справиться с салатом. Очень тоже полезный салат. Супер классно для повышения гемоглобина. Вообще для того, чтобы улучшить состояние своей крови. Для того, чтобы насытить себя большим количеством витаминов. Потому что свекла тоже кладезь витаминов. Для живущих в России это вообще must-have. Очень нужный овощ. И в сочетании с черносливом и с грецким орехом. Это вообще супер полезный салат такой получается. Ну, за исключением того, что мы туда, мы нас чуть-чуть добавим. Вот. Единственное, я... Знаете, что возьму секретный ингредиент? Вместо чернослива. Нет, сейчас я вам покажу тоже. Давайте пока проделаем работу. Так. Отложу свеклу на вот этой вот тоненькой. Видите, где вот такие? И вот поехали. Вверх-вниз. С гирпателем. Можно не бояться. Так. Сейчас чуть-чуть на бок поставлю. Ладно не отрывать руку, чтобы можно было, чтобы на большой скорости это делать. Вверх-вниз. Так, чуть-чуть у меня осталось. Так, смотрим, что у нас получилось. У нас получилась вот такая горочка. Мелкой-мелкой свеклой. Видите? Тоненько-тоненько. Конечно, кто-то скажет, что недостаточно тонко. Кто-то любит вообще прям на терке, когда мелко. Но это уже по вкусу. Просто хочу показать, что на овощерезке свекольный салат тоже очень быстро можно приготовить. Так. Закидываем нашу свеклу. Ну, на овощерезке получается, знаете, чем еще удобнее? Тем, что руку не страшно порезать. На терке я часто натираю себе что-нибудь, что когда ты трешь эту свеклу или морковь в какой-то момент, ну нет-нет, да палец задевает, и вот он потом очень неприятно ноет. Так. Все, вот у нас свекла. Теперь про секретный ингредиент. Сделаем вид, что мы бросили туда грецкие орехи, которые я забыла. Они у меня просто на балконе в целиком виде, их нужно сначала раздербанить. Так, смотрите. Такую штуку мне посоветовали недавно. Что классная штука. Это как-то черный чеснок. Слышали когда-нибудь про черный чеснок? Напишите, кто слышал. Он очень... Не знаю, точно ли исследования, я не уверена, что проводились. Говорят, что он дико полезный. Это чеснок, который специальным образом ферментирует. Ферментированный чеснок. И он становится черным. И приобретает очень интересный, необычный вкус. Который можно сравнить с черносливом. Говорят, что эту штуку раньше делали у нас в деревнях, в печках. И считалось, что это чудодейственная штука для формирования суперстойкого иммунитета. Я не берусь сказать, что это 100% так. Исследования на эту тему я не читала. Хотя в интернете очень много пишут о том, что он очень полезен. И в принципе, нашим предкам я доверяю. Я думаю, вы тоже. Получается, он такой очень интересный на вид. И мне нравится он на вкус. Его рекомендуют добавлять куда-нибудь в выпечку и в салаты. То есть в салаты он дает очень такой пикантный привкус. И многие люди даже не смогут догадаться, что это у вас такое в салате. То есть будут думать, что, ну, наверное, какой-то очень необычный чернослив. А на самом деле это чеснок. Черный чеснок. Если где-нибудь когда-то увидите, рекомендую попробовать. А в период пандемии, ну, вот весной, когда все это шло, мы его ели просто так. Для здоровья. Так, давайте покажу вам, как он выглядит. Сейчас чуть-чуть приберем тут. Выглядит он вот так. Черный чеснок. Нарежем. И отправим в наш быстрый салат со свеклой. Тоже салат, который поспособствует улучшению вашего обмена веществ. Который очень хорошо насытит организм. Как это? Повысит уровень гемоглобина, который у многих понижен, особенно зимой. То есть защита от анемии. И чистка заодно кишечника. Так, все, закидываем. Можно было, конечно, и помельче, но я же не овощерезка-борнер. Ладно. Так, добавляем сюда чуть-чуть майонеза. Как вы помните, у нас там невидимый грецкий орех, который я туда просыпаю. Так, конечно, майонез кто-то может приготовить сам, тогда этот салат будет полезнее. Я сама майонез еще пока не готовлю, поэтому иногда приходится прибегнуть к его помощи. Наверное, я при вас его лучше сейчас пробовать не буду. Я думаю, вы и так знаете, что на вкус это интересный вкусный салатик. Просто потому что иначе у меня все это будет сейчас в большом количестве на брекетах. Так, майонеза даже чуть-чуть больше надо будет. Ну вот, смотрите, видите, он смотрится реально как чернослив, черный чеснок. При этом вкус у него такой очень необычный, пикантный. Так, и вот так выглядит наш салат с невидимым грецким орехом. Так, все, старый салат. И мой любимый салат метелка. Сейчас я только уксус еще подготовлю. Стандартный 9% уксус нам нужен будет. Многие люди как бы... Сейчас, что я хотела сказать, мысль ушла. Многим нравится капустно-морковный салат, но мы его делаем редко, потому что на него обычно все-таки пока ты эту морковь натрешь, капусту пока натрешь, на все время. Но когда у вас есть овощерезка, сейчас покажу, за сколько, за какие считанные секунды можно сделать этот салат. К тому же я покажу хитрость, при помощи которой у вас очень быстро получится такой, как это называется, салат, ну такой, не маринованный, но, в общем, вкус капусты будет, как будто она очень долго настаивалась. Хотя пройдет у вас там, то есть буквально на 15 минут оставите, и все, у вас получится салат, который вы как будто бы долго настаивали. Так, сейчас полоснемся сейчас овощерезку. Извините, что я не смотрю там пока, что вы мне пишете. Сейчас чуть попозже я это все посмотрю. Так, какая нам понадобится насадка? Для морковки, для капусты. Такую же мелкую, наверное, и используем мы сейчас. Давайте будем делать сразу вот сюда, чтобы у нас капуста не разлеталась. Как сделать черный чеснок? Сложно, я сама его не делаю, мы его покупали. То есть я сама не умею ферментировать черный чеснок. Я так понимаю, что это непростой такой процесс. Вот, но как бы на 100% не могу вам сказать. Может быть, это не так уж и сложно. Так, и кстати, еще про свеклу хотела сказать, что для селедки под шубой же многие используют как раз. Вот, если вам не принципиально, чтобы она была супер мелкая, то есть можно тоже использовать с овощерезочкой. Так, берем капусту. Или давайте начнем с морковки. Давайте возьмем одну морковку и где-то там пол кочана, наверное, будем использовать. Так, тут какой-то некрасивый у меня кончик этой моркови. Мы сейчас его отрежем. Вот. И вот с этой вставочкой будем сейчас использовать. Кстати, у кого есть овощерезка Борнер, напишите, готовите ли вы салаты. Ведь вы же должны понимать, что овощерезка это идеальный инструмент, чтобы в своей жизни начать более здорово питаться. Так вот, используете ли вы это преимущество? Очень интересно послушать. Потому что я обожаю с овощерезкой. Знаете, еще какой салат? С морковно... Не морковно. Огуречно-помидорный. Вот. Просто огурцы-помидоры тоже. Только не на этой, а на чуть более крупной я делаю. Хотя на мелкой морковку получаю... Ой. Что это у меня все? Язык запутался. Огурец получается очень классный, когда вы на мелкой делаете. Я вам сейчас даже, в принципе, покажу после вот этого салата. Сейчас давайте пока перейдем к нашему салату-петенке, которому меня научила моя сетя с Украины. Она приехала как-то в гости. И очень быстро сделала этот салат, который мне так понравился. Я прям поразилась. Я подумала, ну ничего себе. Можно так быстро его сделать. Сейчас поставим на держатель, чтобы еще быстрее. Видите, прям раз-раз-раз. Точно так же можно, допустим, если нужно, много-много огурцов нарезать. Например, для ласи. Кто-то, может быть, делает ласи. Очень удобная штука. Ну все, кучерюшки уже не будем. Кучерюшку уберу. И вот такая у нас получилась горка морковки. Так. И сейчас мы поменяем насадку, потому что нам капуста не нужна настолько горка. Ставила вот эту. И перейдем к капусте. Так. Ну давай, капусточка. Еще бы приноровиться делать это аккуратнее, чтобы не разлеталось в этой стороне. Кто-то умеет. Я видела. Если в Ютубе ввести, про овощерезку Борнер, там прям кто приноровился, это вообще красота. Так. Ну что, я думаю, сейчас достаточно. А то я эти салаты не знаю, сколько буду сама есть. Слишком много мне не надо. Так. Вот такая гора. Смотрите, какая красота. Видите, как мелко. Супер. Так. Теперь мне нужна будет плошка. Ага. С плошками у нас проблема. А, есть. Посмотрю пока вопросы. У меня такая терка больше 12 лет. 12 лет! Хотя я читала, еще кто-то писал, что у них чуть ли не 20 лет. Но вот про 20 лет я просто сразу думала, что может они слишком редко ее используют. Хотя пишут, что часто. Ну видите, тут 12 лет у человека. В любом случае это очень круто. Ну, немцы. Немцы молодцы. Так, все. Почистили. И ложечку я возьму. Редьку кружочками нарезаю на тонкой, с маслом. Очень вкусно. О, да. Кстати, я сейчас вам покажу. Еще с другой насадкой. Как раз про украшение мы еще с вами поговорим. Точнее посмотрим, как быстро можно украшать блюдо. Когда у вас есть овощерезочка. 2,990, напоминаю, она стоит. Это прекрасный подарок маме или самой себе. Или у мужа надо попросить подарок себе. Потому что гарантирую, что у вас эта детка стоять не будет. Одно только... Лук, наверное, мне надо даже показать вам, как это быстро делается. Сейчас я его не достану. Обожаю просто. Обожаю натирать лук на овощерезке. Потому что это такая скорость. Вот на Новый год, на что там лук используется, напомните мне? Я не помню. В какие-то салаты ведь лук идет. Как минимум, наверное, в середку под шубой, да, лук идет. Так, перемешиваем. Так, у меня тут, по-моему, моркови получилось больше, чем капусты. Ну ладно, сейчас еще натрем. Чтобы все было по справедливости. Это же больше капустный салат, в конце концов. Так, сейчас. На Озоне можно купить, кстати, для овощерезки еще отдельно насадку для корейской морковки и судок. Говорят, удобно. А еще есть вот версия Борлор-Профи. Так что, кто не в курсе, у кого производство. Я знаю, меня смотрят много тех, кто открыл тоже бизнес на Экоснэках в своих городах. Вот имейте в виду, что овощерезка Борлор-Профи, это просто то, что обязательно вам нужно. Потому что эта овощерезка, она все-таки для домашнего использования. Она в какой-то момент начинает, ну, для того, что если ты каждый день, каждый день на ней делаешь, особенно если много цитрусовых, там пластик немножко от цитрусовых начинает, как это, сгорать, что ли. Ну, в общем, окисляться. Вот, поэтому рекомендую овощерезку Борлор-Профи, потому что там как раз можно хоть тоннами эти цитрусовые перерабатывать, делать фруктовые чипсы. Так, все, сейчас покажу заправку. И, кстати, кто готовит салат с черносливом, мне интересно послушать, что еще вы туда добавляете. Может быть, есть еще какие-то ингредиенты или какие-то секреты, чтобы сделать его еще более вкусненьким, таким и привлекательным. Так, теперь про заправку. Естественно, нам нужно будет подсолнечное масло, желательно пахнущее. С пахнущим этот салат, на мой взгляд, получается еще прекраснее. Так, добавили. Ну, так прилично, наверное, прилично надо добавить подсолнечного масла. Ну, на ваш вкус. Я люблю, когда его так, вот, чтобы у меня был такой прям, чтобы маслица чувствовалась. Перемешиваем. И сейчас мы берем уксус. Мы берем уксус. Буквально, то есть тут очень-очень важно не переборщить с уксусом, то есть очень аккуратненько. Где-то, наверное, пол столовой ложки. Даже сейчас я на всякий случай возьму меньше. Так. Вот, сейчас треть. Чуть-чуть добавим. Перемешиваем тут же тщательно. Сейчас попробуем. И я люблю в этот салат метелка. Мы его называем соль крупного помола. Вот у меня есть такая розовая соль. Где-то столовую ложку. Нет, лучше сейчас чуть поменьше добавлю. Переборщить не хочется солью. Ох, неаккуратно. Следы преступления убираем. Так, сейчас попробуем, как у нас с уксусом получилось. Чуть-чуть еще. Наверное, надо будет. Еще при желании сюда можно добавить немножко яблочко. Ну, немножко. Чтобы не было лишней сладости. Еще чуть-чуть. Потому что уксус поможет. Давайте еще. Сейчас. Сколько немного. Еще треть. Потому что правильное количество уксуса делает этот салат просто божественный. Ну, на мой взгляд. Так, сейчас попробуем. И ему нужно дать настояться. Чем, ну, как бы минут 15 уже, в принципе, нормально. Еще лучше, если где-то на час. Вот такой он у нас получается. Сейчас попробуем. Я умудрилась соли, что ли, больше добавить, чем надо. Очень сильно чувствую соль. Думаю, можно и еще чуть-чуть уксусом. Итого, где-то, наверное, столовая ложка все-таки у нас ушла. Но тут лучше все-таки постепенно это делать. Чтоб не переборщить. А иначе салат сразу испортится. Во! Прекрасно! В общем, ушла в итоге столовая ложка. Ну, может, чуть-чуть меньше. Вот такой прекрасный салат «Метелка», который выметит все шелахи и токсины из вашего желудочно-кисточного тракта и насытит огромным количеством витамина С и других витаминов. У нас готово. Так, итого у нас три вида салата. Как вы помните, ой, мы очень быстро их приготовили. В этом нам помогла наша прекрасная немецкая овощерезка. Если кто-то хочет ее успеть приобрести себе на Новый год, пишите в директ нашим менеджерам. Они очень-очень быстро вам ее оформят и отправят. Постараемся. Постараемся сейчас заказы отправлять очень оперативно. Особенно в регионы, потому что понимаем, что для людей важно, чтобы все дошло вопрямо. Если вам интересно про овощерезку Борнер Профи, она у нас есть на сайте ecosnake.ru в разделе оборудования или можно в директ написать, и менеджеры вам все подробности про Борнер Профи пришлют. Так, ну что, уксус наш убираем. Сейчас покажу немножко с третьей насадкой, какие можно наделать украшения на Новый год. Смотрите, вот это основная насадка, на которой обычно фруктовые чипсы делаются. Салат Метелица делается без соли, без сахара и без уксуса, только капельку сока лимона. Он потому и называется металл, что чистит кишечник, а у вас просто капустный. Ну, то есть вы знаете, на вкус и цвет, и тут как бы разные могут быть мнения, на самом деле. Если чуть-чуть соли и чуть-чуть уксуса, чем он испортится? Только лучше становится. И, по крайней мере, для нас же важно, чтобы нам еще было вкусно, для того, чтобы мы... Я рассуждаю так. Поступление овощей в организм – это обязательное условие хорошего иммунитета, хорошего здоровья. А значит, ничего страшного, если мы немножко в эти овощи что-то добавляем, там соль, где-то сахар, где-то майонез. Но зато мы таким образом наши вкусовые рецепты радуем, и наш мозг больше готов к овощам, и наш мозг готов тратить время на то, чтобы там это все приготовить. Вот поэтому мое мнение такое, что лучше уж что-нибудь добавить в салат, но он будет у вас полезный. К тому же, откуда у вас мнение, что он перестанет быть метелкой от того, что вы туда добавили чуть-чуть соли или там уксуса? Я думаю, это совершенно не так. Так, ну что? Что нам теперь еще нужно сделать будет? Давайте, чего? Апельсины покажу. Апельсины. Смотрите, тут два вида стороны, тонко и толсто. Сейчас поставим потолще, потому что на новогодний стол обычно апельсины делаются на более толстенькой стороне. Точнее, не нужны нам слишком тонкие. Если только для украшения, кстати говоря. Так, у нас тут морковка застряла. В общем, я ее мощно насадила. Так, насаживаем наш апельсинчик, чтобы не дай бог. Хотя, давайте начнем без насадки, а потом насадим потом. Для удобства. Так. Поехали. Вот что самое классное. Тут настолько острые ножи, что потеря сока у вас будет минимальная. С любыми цитрусовыми или вообще какими-либо фруктами. Теперь на сами. Потому что овощерезка так же легко режет пальцы, как фрукты и овощи. Поэтому с ней нужно быть аккуратной с вашей помощницей. Когда овощерезка новенькая, это, как я уже говорила, эта овощерезка еще на производстве долго поработала. Она все равно становится менее остро со временем. Вот. Но если использовать для домашних использований, она и за 10 лет у вас не затупится. Так, смотрим. Вот, посмотрите. Минимальная потеря сока. При этом ровные, одинаковые дольки, которые можно красиво разложить на новогодний стол. Я отрезала себе кусок мизинца. Какой ужас. Ну вот, я шкурю. Тут ножи-микорсерейтеры. Там, если к ним присмотреться, это не просто как бы, это не цельный кусок ножа. Там еще мелкие-мелкие-мелкие такие. То есть он, я не знаю, видно ли вам. То есть он очень, это очень острая штука. Именно поэтому к ней идет специальный такой чехол, вот такой мокс. В подарок от нас идет. Чтобы вы, чтобы надежно она закрепляется, и ребенок не может ее сам вытащить. Потому что тут есть секретная штука. Вы тут отодвигаете такую штучку снизу, и после этого только она снимается. Это как раз делано для того, чтобы ребенок не достал случайно овощерезку и не порезал с одной. Лучше сразу всех членов семьи проинструктировать о том, насколько осторожными стоит быть с овощерезочкой. Впрочем, если она стоит у вас где-нибудь наверху, то вряд ли ребенок за ней полезет. И будет пальцы себе резать. Так, что у нас? Нужна тарелка сейчас. Так, и последнее, что я вам покажу на сегодня. Если начнешь все показывать, это очень долго будет. Лучше посмотрите наш ролик. Мы снимали ролик у нас в Ютубе, есть про овощерезку. Можно посмотреть все, на что оно способно. Потому что, как я уже говорила, я обожаю нарезать на ней картошку соломкой и обожаю на ней лук. Лук просто сказка. Вы видели, как капусту я быстро делала. Точно так же, с высокой скоростью, вы нарезаете лук, и у вас не текут не текут слезы совершенно. То есть, вы спокойно нарезаете, вообще без всяких проблем. Так, апельсины. Так, и последнее. О, давайте я вам еще покажу, кстати говоря, баклажан. Многие любят делать на новогодний стол баклажановые рулетики. Суперполезная вкуснота баклажановые рулетики. Сейчас я вам покажу, какой кайф делать такие рулеты с овощерезкой. Причем, на тонкую сторону мы сейчас стоим. Ах, что за красотища сейчас будет. Так, и поехали. Сейчас я вам покажу, что у нас получается. Ну, все делать не будем. Я думаю, вам уже и так сейчас будет понятно. Посмотрите только на эту прелесть. Как быстро и как легко. Все, дальше там все, что нужно, завернули. Смотрите, просто невероятная красота. Кто любит делать что-то с баклажанами? Вот, посмотрите, это просто прелесть. Еще их можно отдельно обжавить. Огонь. И точно так же, если вам нужно украсить новогодний стол, можно использовать вот на той же тонкой стороне. Допустим, огурчики, да? На украшение. Или на бутерброды. Или, например, соленые огурцы также нарезать. Смотрите, уж полуогурца нет. Вот. Вы только посмотрите. Ну, разве не прелесть? Идеально, ровные, красивые кусочки. Мечта любой хозяйки. Просто, мне кажется, это вообще резко. Обязательная штука, которая должна быть на кухне каждой уважающей хозяйки. Потому что вот такую красоту поставить на стол вообще не стыдно ни перед кем. И точно так же помидоры. Главное, чтобы они были более-менее жесткие. Потому что если слишком мягкие, конечно, они будут разваливаться. Точно так же любые виды другие овощей и фруктов. Ну, я думаю, на сегодня все. Все-таки лук я уж не буду вам показывать. Поверьте мне на слово. Это суперудобно, супербыстро. Ну, или давайте покажу. Ладно, я же его вытащила уже. Чего уж-то? Так. Берем наш лук. Может, кстати, кто-то, у кого есть борнер, еще вспомнит. Что еще вы любите на борнере делать? Так. Кто только присоединился, наверное, удивляется. Что тут у нас происходит? Обычно что-то сушим, а тут. А вы не удивляйтесь, мы делаем полезные салаты на Новый год. Смотрим на то, как вообще резко борнер помогает в 3-5 раз ускорить процесс приготовления. И смотрите, вот я сейчас возьму вот такую меленькую для мелкой нарезки лука. Так, ставим. И поехали. все, вот все, что осталось. Вот такой кусочек. И вы просто посмотрите. Все. Видите, не слезинки. вот мелкий-мелкий лучок. Считанные секунды. Мне кажется, только ради лука можно взять обащелеску. Так что пишите в директ, кто хочет заказать эту прелесть. 2,990. Я считаю, что это отличная цена за штуку, которая вам прослужит вера и правда. Ему люди писали 12 лет служит. Какой там 12? Люди писали, ох, а вот сейчас пошел. Ну, уже когда нарезала, еще и поковыряла. Ух. Вот. А ведь обычно это мы в процессе мучаемся, да, нарезаем. А тут сколько бы вам не дали лука, вы так сели и все. Прелесть. Так, свеклу на борщ тоже шинкую, удобно. Я тоже резала пальцы, теперь очень осторожно. Да, обязательно учите использовать содержателем. Это несложно. Привыкаешь с ним пользоваться. Конечно, иногда хочется без него, но только вот в самом начале, до безопасного расстояния, а потом обязательно используйте держатель. Доставка в Казахстан платная? Да, вы знаете, доставка, к сожалению, платная, понимаете, это же в любом случае деньги. Причем в Казахстан это не так уж мало, более-менее, в принципе, по цене, там рублей, наверное, 500 где-то выходит, смотря куда еще, если в далекий город, может подороже. Напишите девчонкам в директ, они вам все посчитают, скажут. Вот, колбасу или сыр режет? Да, кстати, на новогодний стол, колбасу, твердые сорта сыра, вообще легко. И хлеб идеально ровными кусочками, вот, допустим, этот багет, или нарезной батон, просто супер удобно. Не любой вид хлеба режет, например, если хлеб такой мягкий, он его, ну, там, вряд ли получится. А вот батон, багет, все, что вот более-менее плотное по структуре, колбасу и, как это там, только не мягкую колбасу. Мягкую колбасу будет все-таки сложнее нарезать, а вот жесткую всякую, там, сервилак, вообще прекрасно, идеально ровные кусочки, точно так же вы сможете вот нарезать, как и огурцы. Вот, и твердые сорта сыра тоже прекрасно вам овощерезка нарежет. Запах лупка остается, запах, как, конечно, остается, а как он может не оставаться, она наш, овощерезка-то запахи не умирает никуда. Баклажаны на какой терке толщина? Баклажаны, это я на самой тонкой, на тонкой стороне. Вот, не забывайте, у кого есть овощерезка, не забывайте, что у вас вот эта штука, вы переставляете, тут есть тонкая сторона и толстая сторона. В зависимости от того, как поставили, так она вам и нарежет. Ну что, друзья, на этом я с вами прощаюсь на сегодня, пойду, есть вкуснейший салат Ком Слоу, сейчас посмотрю, еще есть ли вопросы. Повторите цену, 2 990 стоит, вот это прелесть. Если у вас есть деньги, то есть еще второй вариант этой овощерезки, Борнер Профи. Если вы собираетесь много всего готовить, или на продажу готовить, там, фруктовые чипсы, например, ну, или хотите суперкрасотку, там, Борнер Профи, она такая, за 6600, конечно, вот, но она очень красивая, и она очень удобная, у нее такая ручка, она прям вся супернабротная такая, то есть для мажоров, Борнер Профи, вот. А для нас, простых людей, вот, Борнер Классика. И вот такой мультибокс идет в подарок. Так, смотрю, что еще. Имеется в виду, легко или удалить запах срезки? А, легко, не вообще. Я за что обожаю Борнер еще? За то, что она очень легко моется. Просто споласкиваете водой, и все, ничего на ней не остается. Споласнули, и все. Просто под струей воды. Никакого запаха, ничего не остается, ничего не въедается, тут очень хорошая, качественная пластмасса, пищевая пластмасса высшего качества, так же, как в Изидре. И такая пластмасса, сертифицированная по международным стандартам, она не пористая, то есть она очень плотная, и поэтому в нее ничего не въедается. Вот в дешевый пластик там легко въедаются любые там запахи, вкусы, а в хороший пластик запахи и вкусы не въедаются. Вот отличие. От пластика очень много зависит, поэтому же Изидре, например, такая дорогая, потому что там такой потрясающий пластик, который вообще ничего не впитывает, ничего не выделяет и так далее. Так, что еще спрашивали? Подскажите насадку, которую Сала делает. Ну, здесь три вида насадок, они идут в комплекте, ну, то есть я не могу сказать, как они там называются, то есть есть тонкая, вот это три с половиной миллиметра, есть вот эта нарезает семь миллиметров. Ну, вот. Не так их много, этих насадок. Три насадки. Кто-то не сразу понял, как открывать на овощерезке чехол, ну да, он же специальный. Так. Яблоко лимоном сбрызать. Ага, ну, кто как любит. Очень красивый салат получается, из фиолетовой капусты на крупную соломку. Вот, будем пробовать. Так, ну, смотрите, два человека аж писали про то, что у них больше 12 лет. Когда вы покупали, получается, это 12 лет? В 2002 году? Ну да, здорово. Так, ну все, вижу, что больше вроде вопросов таких нету. Это точно. Сначала лук потер, сплоснул, и тут же апельсин и яблоко. Да, с Узбекистаном работаете? В Узбекистан? Да, конечно, доставляем. Напишите, девчонки вам все посчитают. Ну что, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Иду поедать салат. С наступающим вас Новым Годом! Это наш последний эфир уже в выходящем году. Встретимся теперь уже после Нового Года. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам хотелось бы еще посмотреть, послушать, на какую тему эфиры. Постараюсь, может быть, на новогодних праздниках тоже какой-то эфир провести, что-то с вами поготовить. Пишите, что интересно. Вот. В основном, я так понимаю, что, наверное, с сушилкой интересно всякие разные приготовления. Вот. Пишите, спрашивайте. Что-то там мне в горло попало. Вот. А, дайте-ка я еще сохраню тех, кто писал про 12 лет, потому что я хочу это, как это называется, сделать в скрин. Потому что это круто. А, у меня такая терка больше 20 лет. Кто-то здесь написал. Потрясающе. Сейчас мы еще на фоне овощерезки. Скрины это я просто делаю, не удивляйтесь. Угу. Так. Ну все. Всех с наступающим. Суперского вам Нового года. Отлично вам отпраздновать. Хороших вам вкуснейших салатов, я желаю. Вот. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Не забудьте купить подарки. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.